В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов на президентских выборах. В ключевом для обоих кандидатов в штате Джорджия демократ Джо Байден упрочил лидерство. Отрыв от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа составляет более 7 тысяч голосов. А пост выборной горячки в США из Вашингтона. Наш специальный корреспондент Алексей Мацука. По всей стране Соединенным Штатам продолжаются митинги в поддержку подсчета всех, без исключения голосов, которые поступили на избирательные участки 3 ноября. И Вашингтон не исключение. Здесь сегодня проходит массовая демонстрация в поддержку считать каждый голос, а не только те голоса, которые, как заявляют республиканцы, имеют легальный статус. И вот здесь сегодня вышли люди, которые выступали также и за реформу медицинской системы охраны здоровья, и за климатические проблемы их решения. И, в принципе, они на своем митинге сегодня давали уже указания возможному новому президенту Джо Байдену, что делать в будущем. Это, конечно, если его еще изберут и выберут президентом, и он займет Белый дом, к которому вот эти люди сейчас направляются. Почему мы тут? Мы хотим, чтобы каждый голос был учтен. Мы работали слишком много и слишком долго были невидимы. Мы здесь потому, что хотим быть уверены, что голос каждого будет услышан. Трамп уйдет, но трампизм не закончится. Пока тут парень в Белом доме, ни о какой справедливости не будет и речи. Вечером из города Вилмингтон из своей штаб-квартиры выступил Джо Байден. Напряжение сейчас высоко после тяжелых выборов. Но нам нужно сохранять спокойствие, терпение. И пусть процесс работает, пока мы подсчитываем все голоса. Мы еще раз доказываем то, что доказали за последние 244 года в этой стране. Демократия работает. Ваш голос будет засчитан. Меня не волнует, как сильно люди пытаются это остановить. Я этого не допущу. Люди будут услышаны. Накануне президент Дональд Трамп, сидя в Белом доме, так и не обосновал, почему голоса, поступившие по почте после выборов, следует признать незаконными. Порядок приема и обработки таких голосов определяется каждым штатам отдельно. Без учета мнения федерального центра. Некоторые национальные телеканалы прервали трансляцию Трампа, обвинив его в предвзятости. Много голосов пришло с опозданием. Я уже выиграл много критических штатов, включая победы во Флориде, Айове, Индиане и Огайо. Ладно. Вот и я снова в необычной позиции. Не только перебивать президента Соединенных Штатов, но еще и исправлять его. Мы знаем, что еще не было никакой победы Трампа. Параллельно с продемократическими митингами в Вашингтоне проходят и встречи республиканцев. На этот раз они собрались около офиса Национального комитета своей партии, чтобы поддержать Дональда Трампа. Мы сейчас видим подрыв свободы, справедливости выборов и честности голосования. Как бывший олимпиец я могу сказать, что правила определяют, как будет проходить игра. Американский народ должен знать, что выборы все еще под сомнением. Президент Трамп победил на выборах 3 ноября. Но сейчас победу пытаются украсть у нас. В пятницу стало известно, что Байден набирает больше голосов в штате Пенсильвания. В городе Филадельфия местные жители мгновенно отреагировали на это сообщение. Алексей Мацука, Руслан Белозеров, Вашингтон, Телеканал Дом.